Софт-маркетинг. Человек в центре внимания. От чистого сердца приветствую тебя. Возможно, ты сейчас смотришь это видео, потому что хочешь изменить что-то в своей жизни. Есть что-то, чем ты недоволен и чем ты не гордишься. У каждого в жизни наступает такой момент, когда мы заканчиваем школу, вступаем в новые отношения, переезжаем, момент, когда планируем нашу жизнь, когда мы полны энтузиазма, когда появляется видение нашей жизни. Но потом мы сталкиваемся с реальностью. Порой нам не удается достичь того, чего мы хотели. Все зависит от нас, от реальности, в которой мы живем, от того, что мы делаем, как мы делаем, какими навыками мы обладаем и как мы мысли. Именно из-за всего этого, как правило, нам не удается реализовать те планы, которые мы когда-то построили. Возможно, ты сейчас являешься одним из таких людей. Возможно, есть что-то, что мы могли бы изменить. От 50 до 70 процентов людей в разных странах утверждают, что недовольны своей жизнью. Они разочарованы, несчастны. Эти страдания, боли, недовольства люди приносят в свой дом. Возникают проблемы в отношениях с семьей, с родными и близкими. Они не могут нормально общаться. У нас не получается жить комфортно в постоянно меняющейся реальности. Мир изменился, экономическая ситуация тоже изменилась. Некоторые способы заработка, которые когда-то давали результаты, сейчас уже не работают. Понятно, что в таких реалиях мы чувствуем себя неуверенно. Мы начинаем активно искать возможности идти по жизни и реализовывать себя. Сегодня я хочу рассказать вам об одном проекте, который мы запустили 4 года назад, об определенной концепции. Мы назвали это софт-маркетинг. Как следует из названия, он мягкий, открытый и дает много возможностей. Есть три кита, на которых держится софт-маркетинг. Первый – это человек в центре внимания. Человек самый важный. Мы живем в мире, где человека зачастую не ценят. Он является своего рода инструментом, условным номером, который должен реализовывать чьи-то планы. Этот кто-то имеет свои цели, а другие их реализуют. Люди чувствуют себя забытыми, оставленными и одинокими. Человек в центре внимания – это самая важная основа, философия концепции софт-маркетинга. Человек прежде всего. Для нас важны его планы, цели, мечты. Нашей задачей было создать условия, которые позволят людям развиваться, реализовать себя и достигать своих целей безопасно. Вот, например, мы ставим какие-то цели, и нам даже удается их достичь. Но обратите внимание, что далеко не всегда мы искренне радуемся этому. Потому что вдруг оказывается, что это не сама цель делает нас счастливыми, а путь к ней. Мы живем здесь и сейчас. Для нас важно функционировать в приятном окружении, чувствовать себя в безопасности и давать какую-то ценность. Тогда людям будет нравиться то, чем они занимаются. Они будут счастливы каждый день. Ведь мы живем именно сегодняшним днем, а не тем, что будет через 2,5 или 10 лет. Человек в центре внимания. В этом заключается основа основ концепции софт-маркетинга. Второй момент. Мы основываем свою работу на трендах, на актуальных тенденциях. Посмотрите, как часто многие люди не идут в ногу со временем. Как много бизнесменов не используют правильные современные инструменты, а работают по устарелым моделям. Они не ищут чего-то нового, у них нет необходимых навыков, они не могут правильно оценить и выбрать верные решения. Зачастую люди вообще работают в отрасли, которая умирает. Порой мы интуитивно это чувствуем, но у нас нет смелости что-то изменить. Очень важно опираться на тренды и идти в ту сторону, куда стремится мир. Плывите по течению, а не против него. Третьим китом является очень важное объединение разных способов заработка. То, как ты зарабатываешь деньги, какую работу ты выполняешь каждый день, определяет твою жизнь. Большую часть времени мы проводим на работе. Порой более 10 часов в день, особенно если посчитать то время, которое занимает дорога на работу и обратно. Плюс некоторые из нас работают также дома по вечерам. Разные способы заработка имеют свои плюсы, но у многих из них есть также недостатки. Создавая софт-маркетинг, как объединение разных решений, мы отобрали самые лучшие способы заработка и инструменты, и объединили в одно целое, во что-то новое. Мы не открыли Америку, а лишь создали что-то более удобное и эргономичное, то есть соответствующее актуальным трендам и ожиданиям. Если мы говорим о будущем, о жизни, тенденциях, изменениях и развитии, о переходе на более высокий уровень, о концентрации на человеке, если придерживаемся философии человека в центре внимания, то стоит задуматься о том, чем для людей является счастье. В мире живет более 7 миллиардов человек, мы все разные, у нас разный цвет кожи, мы говорим на разных языках, у нас разные менталитеты, привычки, вкусы, совершенно разные вещи могут нас радовать. Но есть одна общая для всех вещь. Каждый хочет быть счастливым. То, что мы подразумеваем под счастьем, это уже совершенно другой вопрос. Давайте посмотрим на его составляющие. Первым элементом, который дает нам ощущение счастья, являются отношения с другими людьми. Мы стадные существа, живем в группе, среди людей, где достаточно часто не можем найти свое место. Вспомните, как выглядят типичные встречи в кругу семьи или с друзьями. Все сидят с телефонами в руках, каждый в своем мире, вроде как вместе, но на самом деле по одному. Мы не умеем общаться. Мир меняется с огромной скоростью, и все, что нас расстраивает и разочаровывает, мы выбрасываем на своих близких, потому что так проще всего. Отношения очень важны. Мы хотим быть любимы и уважаемы. Хотим уметь находить свое место среди людей. Это первый важный элемент. Вторая вещь – путешествие. Не знаю, любите ли вы путешествовать, но я просто обожаю. Люблю это чувство безграничности, расслабленности, свободы, просто наслаждения тем, что ты посещаешь новые места и знакомишься с новыми культурами. Многим людям это приносит радость, но реальность такова, что у тебя есть 3-4 недели отпуска в году. Возможно, у тебя нет достаточно денег, а может, ты занимаешься бизнесом, и у тебя есть средства, но абсолютно нет времени на отдых. И когда ты едешь в отпуск, то продолжаешь сидеть с ноутбуком. Следующая вещь – это деньги. Деньги – это не самое главное. Если финансы сами по себе являются целью, то это порождает разочарование, беспокойство. В современном мире именно деньги стали номером один. Но забавно, что когда ты перестаешь зацикливаться на зарабатывании денег, то вдруг начинаешь их получать. Финансы помогают нам в жизни, но не являются самым важным. Должно быть что-то большее. Я слышал такую историю, когда одна женщина сказала, что да, действительно, деньги – не самое важное в жизни. Но если у меня есть долги или я плохо себя чувствую, то я предпочитаю плакать в кресле роскошного автомобиля, чем в трамвае. Деньги помогают нам жить. Если у тебя есть средства, то представь, как много ты можешь дать другим. И следующий пункт – это помощь другим. Ты помнишь какой-то момент, когда ты помог кому-то, когда ты сделал что-то для кого-то? Помнишь ли ты, какие эмоции это вызвало у тебя? Радость или беспокойство? Ты был счастлив или наоборот? Чаще всего, когда я говорю об этом людям, то вижу улыбки на их лицах, когда они говорят «Да, я помню». Это было очень приятным для них самих. Делясь чем-то с другим, ты помогаешь себе. Ты чувствуешь, что даешь ценность людям и становишься довольным самим собой. А это очень важно. Следующим элементом является семья. Забеганность и разочарование приводят к семейному кризису. Люди не умеют общаться. Многие браки распадаются. Очень много пар думает о разводе. Создание комфортных условий, когда мы чувствуем себя в безопасности, когда есть уважение, время и желание общаться, является неотъемлемой составляющей счастья для многих людей. Все эти факторы очень важны. Но есть одна вещь, без которой все вышесказанное не имеет никакого значения. Одна вещь, без которой все это не сойдется воедино. Что это? Конечно же, здоровье. Наверняка ты знаешь истории людей, которые посвятили всю свою жизнь работе и абсолютно забыли о себе. Проходили годы, и вдруг оказывалось, что их здоровье давало сбой. В такой момент люди приходят к выводу, что ничто не имеет значения. Самое главное — это вернуть свое здоровье. Если ты здоров, ты о многом мечтаешь. Если же у тебя здоровья нет, то ты мечтаешь лишь об одном. Поэтому так важно сохранить свое здоровье на долгие годы, чтобы мочь радоваться тому, что имеешь, и просто чувствовать себя хорошо. Однако в нашей с вами реальности есть определенный парадокс. Цивилизация развивается, наука и весь мир идет вперед. Но посмотри, как много людей болеет. Почему так происходит? От чего зависит наше здоровье? Что на него влияет? Есть несколько факторов. Первый — правильное питание. Мы едим плохую еду, мы едим слишком быстро. Употребляем обработанные продукты, большое количество химических соединений, которые изначально должны были помогать сохранить продукты питания, улучшить их внешний вид и вкус. Но в результате они провоцируют истощение нашего организма. Стресс — мощный канцерогенный фактор. Нервное напряжение разрушает весь наш организм. Но разве можно избавиться от стресса в суетливом и постоянно несущемся куда-то мире? Это непросто, но очень важно. И еще одна вещь — загрязнение окружающей среды. Мы живем в регионе, где лишь в нескольких городах чистота воздуха в норме. В норме, которую часто завышают. Это основные вещи, которые нас разрушают. Паразиты — это еще одна проблема. Еще 10-20 лет назад мы не следили за гигиеной так серьезно, как сегодня. Но как объяснить тот факт, что именно сегодня более чем у 90% людей в мире есть один или несколько видов паразитов, которые вредят нашему здоровью? И что интересно, зачастую именно в развитых странах ситуация выглядит хуже. Паразиты делают наш организм слабее, из-за чего мы более подвержены различным заболеваниям. Человек — это своего рода строительная площадка, где работа никогда не заканчивается. Миллиарды клеток, самым старым из которых всего 7 лет. Постоянно появляются все новые и новые. Нам необходимо 90 компонентов, 90 питательных веществ, благодаря которым мы сможем правильно обновлять свой организм. Иногда люди спрашивают, как долго мне нужно следить за своим здоровьем? Если самой старой клетке в твоем теле всего 7 лет, то нужно заботиться о себе постоянно. Когда-то ты был здоров, потому что следил за собой, но как только ты перестаешь это делать, твой организм ослабевает. Как и из чего он будет строить новые клетки? Это как со строительством дома. Если ты используешь плохие материалы, то постройка не получится стабильной. Она будет подвержена разным погодным условиям и не простоит долго. Развитие цивилизации, развитие осознанности людей. То, что ты видишь сейчас, это данные исследований одной организации, которые показывают, как сильно на протяжении пары десятков лет снизилось количество питательных веществ в овощах и фруктах. Посмотрите, за такой короткий промежуток времени в некоторых случаях это снижение достигло 70 и даже 90%. Во всем этом меня тревожит одна вещь. А именно то, что те официальные исследования, которые нам удалось найти, относятся к 2002 году, а за окном год 2017. Если настолько сильно изменились показатели за те 17 лет, то что может быть сейчас? Еще в 30-х годах 20 века Сенат США заявил, что почва так сильно обеднела, что уже не в состоянии производить соответствующие продукты, полные необходимых нам питательных веществ. В 30-х годах 20 века. С тех пор прошло несколько десятков лет. С одной стороны, технический прогресс помогает, но с другой он вредит нам. Давайте сейчас поговорим о его последствиях. Год 2011-й. На 100% больше людей умирает из-за цивилизационных болезней, чем раньше. 74% смертей по причине сердечно-сосудистых заболеваний и аж 26% из-за рак. И эта статистика лишь ухудшается. Сейчас практически в каждой семье можно встретить случаи онкологии. Опухоль в нашем организме растет несколько лет. Есть также много других цивилизационных заболеваний, с которыми мы боремся. Многие из них не убивают сразу, но очень сильно усложняют нам жизнь. Этот слайд представляет сопоставлений двух данных. Обратите внимание, красная линия показывает снижение содержания питательных веществ, а черная — увеличение уровня смертности, связанное с цивилизационными заболеваниями. И это лишь количество смертей. А сколько людей продолжает страдать? Медицина идет вперед, развивается и может удержать нас живыми дольше, но она по-прежнему не может защитить нас от смерти полностью. Хорошая новость в том, что на самом деле у каждого из нас есть выбор. Это от тебя зависит, как будет выглядеть твоя жизнь через год, два, пять или десять лет. Как будет выглядеть жизнь твоей семьи и твоих близких. Это от тебя зависит, что едят твои дети, что ест твой супруг или супруга, что едят твои друзья, какой образ жизни они ведут, здоровы они или нет. Это ты оказываешь влияние на своих близких. Что нужно сделать, что следует изменить, от чего зависит наше здоровье? Во-первых, это сознательное правильное питание. Следующая вещь — отдых. Очень важен. Порой 20 минут в день достаточно для того, чтобы восстановить организм, набраться сил и энергии. Физическая активность — это не значит, что вы должны выжимать из себя все соки. Пробежка или даже прогулка уже достаточно. Есть много вариантов, как позаботиться о себе. Появляется все больше групп людей, которые занимаются спортом вместе, и ты всегда можешь присоединиться к ним. Я думаю, что ты знал об этих трех вещах и раньше. Скорее всего, ничего нового я тебе не открыл. Но вопрос, почему ты этим не пользуешься. Посмотри, как мало людей ведет правильный образ жизни. Всему виной привычки, они управляют нашей жизнью. Прежде чем ты увидишь результат занятий спортом или правильного питания, пройдет много времени. Но мы очень нетерпеливы хотим видеть результат здесь и сейчас, сегодня. Однако есть очень простая вещь, которая на самом деле может творить чудеса. Обратите внимание на то, что если мы получаем какие-то простые решения и быстрые награды, то это побуждает нас идти дальше. Правильное употребление БАДов является тем, чего нам на самом деле не хватает. Многие не очень хорошо разбираются в этом вопросе. Все потому, что на рынке есть огромное количество биодобавок, существует много полностью синтетических продуктов, которые не выполняют свою задачу. На какой-то короткий период времени, может быть, и дают результат, но в долгосрочной перспективе оказывается, что они совершенно не полезны для нас. И подтверждением тому являются различные клинические исследования. Ненатуральные БАДы вредят нам, они провоцируют определенные расстройства в организме. Однако есть и натуральные биодобавки. Что чаще всего делают производители? Возьмем, например, растение, которое содержит большое количество разных соединений. Если мы возьмем одно из таких соединений и упакуем его, то получим биодобавку. И это уже гораздо лучше, чем синтетические БАДы. Каждый компонент растений присутствует с определенным фоном, то есть сопутствующими ему соединениями, которые необходимы для правильного усваивания. Поэтому лучшим решением является упаковка всего растения целиком и употребление ее как единого целого. Однако есть еще более высокий уровень. Можно так соединять компоненты из разных растений, чтобы возникла своего рода синергия, абсолютная гармония. В этом случае мы можем дать нашему организму гораздо больше. Такие продукты, при условии, что они хорошо подобраны, в состоянии воздействовать на наш организм в несколько раз лучше, чем те одиночные. Это точно так же, как в спорте. Если сравнить футбольную команду и одного футболиста, который не в состоянии выиграть матч в одиночку. Но команда — это сила. Каждый из них имеет свою роль. Один стоит на воротах, второй — на защите, а третий — в нападении. У каждого есть своя функция. И только вместе они представляют ценность. БАДы самого высшего уровня созданы именно таким образом. Возникает синергия, что приводит к усилению воздействия отдельных компонентов. Действительно ли нам нужны БАДы? Для добавки необходимо, о чем говорит много экспертов. Этот джентльмен, номинированный на Нобелевскую премию, сказал следующее. Я даже прочитаю этот текст, потому что это невероятно важно. Если твой врач считает, что употребление БАДов тебе не нужно, так как все необходимое ты получаешь каждый день из пищи, срочно смени врача. И чем быстрее это сделаешь, тем больше у тебя шансов наслаждаться долгой и здоровой жизнью. Профессор Ожаровский в свое время сказал, что мы не в состоянии переварить такое количество пищи, чтобы обеспечить себя необходимыми питательными веществами. Употребление БАДов — это необходимость. Но важно, какие именно биодобавки ты принимаешь. Как сказал отец современной медицины Гиппократ, «Пусть пища будет твоим лекарством, а лекарство — пищей». Чем же следует руководствоваться, выбирая БАД? Как подобрать те, подходящие именно вам? Как позаботиться о себе наилучшим образом? А вот как воспользоваться возможностью и извлечь выгоду из невероятно важного тренда здоровья, я расскажу тебе в следующем видео.